Всем привет! Сегодня хочу предложить вам вариант пирога для прощённого воскресенья то есть для ну как бы для последнего дня масленицы масленичная неделя заканчивается в воскресенье самые большие гуляния, самые большие вкусности должны быть на столе и вот хочу сделать пирог в котором естественно будут блины, потому что неделя блинная, сырная и сейчас тесто у меня стоит на расстойке, сейчас я хочу она уже готова, это у меня уже третья расстойка хотя тесто у меня, можно сказать, хлебное в этом видео делать акцент на рецепт теста я не хочу я хочу сделать акцент на подачу на, надеюсь, прикольное оформление и вариант пирога для начинок у меня будет сложный пирог, как вы понимаете со слоями, слои будут из блинов, одна начинка это у меня курица куриное филе с лучком просто протомило через мясорубку потом протомило чуть-чуть воды и, короче, вот так вот вкусненько получилось соль, перчик тушеная капуста с морковкой и с луком также соль, перчик все начинки у меня, в принципе, соленые кроме вот этой, да? яйца у меня пока что целые я просто не знаю, сколько у меня пойдет буду смотреть, чтобы лишних не натереть чтобы они не оставались и соус бешамель для того, чтобы пирог не был сухим а все-таки был сочным соус у меня еще горячеват еще вот так вот я его по-хорошему его нужно накрыть в контакт и остудить, да? чтобы не было комочков но поскольку я буду его прямо сейчас использовать я его так периодически помешиваю чтобы он быстрее остыл и по возможности, чтобы пленка не появлялась на поверхности соус бешамель у меня есть на канале, как я готовила ну а в принципе все остальное как бы по желанию если вы вот как бы не любите соусы, да? вот по типу бешамель можно возьмите майонез или сметану хотя мне кажется сюда больше подойдет именно вот этот вот соус ну и все убираю все начинки достаю тесто давайте будем раскатывать капаю на стол растительное масло много не нужно тесто хорошее размазываем и достаю тесто так тесто у меня уже тут хотела сбегать поэтому надо теперь аккуратно это сделать видите что здесь у меня происходит оп красота запах в чашке уже очень даже пьяный прям выигралось тесто делю на части да ни вес ничего я не делаю потому что форма у всех разная количество начинки тоже у всех разная специально не делаю никаких вот так вот это ну знаете как делю примерно пополам это часть у меня пойдет на верхний слой и все что останется ну и в принципе отсюда все что останется это у меня будет какая-то украшалка еще я хочу использовать в этом пироге украшения которые я делала вместе с вами у меня там есть рушник полотенце да и солнышко ну как раз как бы получается масленица праздник солнца да так все начинаем раскатывать смотрите раскатала примерно полсантиметра надеюсь у меня сейчас получится его не деформировать вот так сейчас как-то сделаю так так опускаем делаем форму запуски делаем чтобы оно прям легло чтобы в углах тоже было тесто потому что оно потом ну как бы будет слишком тонкое в углах и будет некрасиво или порвется так 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 ну вот так вот готово у меня блин у меня получается смотрите у меня эта форма как раз по длине ну по диаметру блинчика так что иногда даже мне кажется может быть придется мне делать складку какую-то чтобы тесто не ползло вниз вот так можно придавить немножко оно тогда как бы цепляется и теперь смотрите и теперь смотрите как я планирую чтобы бешамель мой не отмачивал тесто да я планирую делать блины вот прям прям вот так сразу кладу блин чтобы блин немножечко препятствовал размоканию теста от бешамельки и начинка была вот хорошо спрятана так теперь кладу первую начинку это эту я хочу сделать мясную начинку чтобы мяско было первым вернее нижним потому что оно более плотное да и так мне будет проще чтобы слои потом при разрезе не падали не сминались беру свой бешамельчик и вот так вот прям пару ложечек чтобы было сочно так сейчас вот этой ложкой попробую распределить сильно много конечно же не надо прям наваливать его да но и чтобы слой какой-то получился чтобы оно прошло вниз чтобы мясо было сочным чтобы не подавиться когда кушаешь и не приходилось чтобы запивать да вот так вот я думаю будет в самый раз надеюсь по крайней мере теперь у меня будет слой капусты вот так все и сюда я положу и завершающим слоем у меня будет яйца видите у меня немножко вот получается на борта заходит так яйца я сделаю на терке просто вот так сейчас натру и все начинку с яйцом я немножечко поперчу для вкуса посолю посолю чуть-чуть потому что бешамель соленый но чуть-чуть надо как бы да так чуть-чуть размешаем чтобы сейчас соединить где перчик где чего да можно было это все замешать где-то в другой посуде с бешамелькой поскольку я не знала сколько у меня пойдет яиц у меня вот так все кладу соус сейчас кладу блинчик сверху так теперь надо раскатать пласт который мы оставляли примерно такой же толщиной где-то миллиметров пять раскатала сейчас быстренько перенесу его оп ой куда-то куда-то оп так так лишнее подрезаем этот кусочек откладываем а здесь ну стараемся как-то защипать собрать два краешка да чтобы нигде порыв не пошел и чтобы потом когда будет тесто подниматься и выпекаться чтобы все осталось внутри и никуда не делось вот так вот оно видите вот здесь вот так ну вот такая вот у меня получилась штучка промажу ее сразу лизуном чтобы она во-первых не подсохла во-вторых чтобы она не подсохла как я умею объяснять да все пускай она стоит на расстойке мы сейчас будем клеить к этой поверхности наши украшалки а с украшалками мы что придумаем наверное я хочу сделать бордюрчик поскольку здесь у меня пирог небольшой я думаю что в принципе я могу сразу смело положить украшение из белого теста вот такая вот у меня вот это рушник получается вот это солонка солонка а для соли это рушник как я их делала у меня есть видео можете посмотреть кому интересно если кто-то не видел ну и соответственно рушник я буду где-то оформлять вот здесь да да вот так вот так и еще у меня есть вот такое солнышко в том же видео я его делала такое холюшее наивное детское солнышко так и хочу я его так сбоку вот так да о чем мне тогда еще сюда надо просто сделаю сейчас наверное здесь небольшую каемочку потому что в принципе я больше ничего сюда и не хочу так делаю просто вот такие вот насечки тут оно уже немножечко хочет все прилипнуть вернее немножечко надеюсь что и вот потом вот так вот просто завожу сюда ой склеилось чтобы она не подветривалась пока на расстойке стоит ну и соответственно чтобы она покрывалась пленочкой большую расстойку я делать не буду потому что у меня здесь тесто ну как бы не супер много у меня здесь просто закрытый пирог с большим количеством начинки уже готовой тесто у меня настолько хорошее что я думаю ему будет достаточно примерно 15-20 минут для расстойки и знаете как я еще хочу сделать вот это вот место где у меня якобы идет орнамент на рушнике тоже его немножечко промажу чтобы он цвет дал он же как бы вышивка а вышивка другого цвета вот так вот я придумала все сейчас минут 15-20 жду и отправляю в духовку духовку разогреваю до 180-200 градусов смотрите по своей духовке у меня верх-низ на среднем уровне ну наверное как не совсем на двойчике короче вот на чуть-чуть ниже среднего уровня поставлю потому что пирог достаточно высокий чтобы верх не горел ну вот смотрите вот такой вот он у меня получился на мой взгляд очень даже симпатичный такой не знаю как его назвать наивно детский что ли ну не знаю мне очень нравится такой искренний какой-то получился как мне кажется где-то чуть-чуть вот здесь у меня чуть-чуть больше поднялась шишечка пошла здесь ну как бы есть какие-то вот такие вот неровности которые дают свою неидеальность и в силу этих неровностей получается мне кажется очень даже классно смотрите о чем вот видите как он подрумянился мой полотенечко и солнышко тоже в принципе зарумянилось оно конечно видно что оно из белого теста но все равно кое-где такое прям зажаристое и вот эти вот пузыри вот получается вот белое тесто когда да если его вот так вот запекать оно идет пузырями вот как типа чебуреки вот эти вот зажаристые штучки это вот и есть те самые пузыри воздушные вот что а если вы хотите чтобы он остался чисто белым лучше вот этими лучше его было положить уже ну хоть не знаю за полчаса до готовности потому что он большой ему как бы нужно время для того чтобы он был не сырым как бы тоже да поэтому полчаса ему бы хватило чтобы пропечься поэтому и смотреть нужно на каждом каравайчике идет индивидуально если для солнышка хватило бы 15-20 минут для запекания да за 15-20 минут до готовности его можно было смело как бы ничего он бы пропекся а рушничок ему нужно побольше времени но в принципе вот он у меня выпекался у меня каравай 40 минут ну вот конечно подрумянились мои эти украшалочки не боль немного но в принципе все мне кажется в меру так довольно таки симпатично получилось ну смотрите не выдержала я разрезала его еще будучи он тепленьким ну немножечко замены пошли но так незначительно посмотрите каких размеров у меня получился пирожище прям это просто верхний корж сильно поднялся как видите да такой сантиметра полтора стал если вы видите да тесто ну хлебное тесто оно такое в нем достаточно много жиров было но оно соленое и оно пористое оно еще до сих пор прям теплое теплое снизу мелко пористое сверху крупно пористое получилось ну не знаю мне нравится я на вкус попробовала кусочек теста тесто очень вкусное так что вот такой вот у меня пирог получился слоеный с блинами с солнышком надеюсь вам понравилось позитивное и если так если вам зашло это видео ставьте мне лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео со своими друзьями мне будет приятно всем спасибо всем пока всех еще раз с праздниками и всем хорошего настроения субтитры и субтитры субтитры и субтитры субтитры